Они сражались за родину. В преддверии Дня Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравили представители администрации города, Советов депутатов и Общественной палаты Серпухова. Как это было в репортаже Ирины Баракиной. За мужество, за победу, за героизм. Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления с праздником Победы и подарки от имени главы Дмитрия Жарикова. В преддверии самого великого праздника страны пришли поздравить вас и сказать вам слова благодарности от всей души за то, что вы совершили такой подвиг. Для Анатолия Степина 9 мая праздник со слезами на глазах. Великой Отечественной войне его жизнь разделила на до и после. Фронтовыми дорогами он прошел от Москвы до Берлина. Его роспись есть на стене рейхстага. Каждый день той войны ветеран до сих пор помнит до мелочей. Сентябрь 44-го. Операция «Багратион». Молодой юноша на передовой. 300-я авиадивизия пошла на штурм концлагеря. Я смотрел смертью в глаза. Земля стонала и гудела. Я ничего не гул. И как она матушка орбиты, земля не сошла с орбиты. Юрий Баранов служил в войсках противовоздушной обороны. На фронт он ушел 17-летним юношей в 43-м. Спасибо вам. С наступающим вам. С здоровья. Доброй, любви. С самого доброго. Вы мне принесли радость. Поздравления от имени главы звучали в адрес семьи Куликовых. Николай и Мария встретились накануне Дня Победы 8 мая 45-го в Германии. Он был разведчиком, она радисткой. Ветераны признаются, их судьбы сплелись в тот день навсегда. Любовь. Настоящая любовь. 73-й год. С Днем Победы ветеранов поздравляют также представители общественной палаты и парламентарии. Выразить слова благодарности и вручить памятные подарки Николаю Захарову приехал председатель Совета депутатов города Игорь Ермаков. Ветеран служил в войсках противовоздушной обороны. Во время войны в небе над Молдавией его самолет сбили немцы. Признается, остался жив только чудом. Повис на тополе, а там в Молдавии тополя высокие. Сел у меня парашют на тополе. Высок метров 20 или 25, думаю. Стал, стропобрезал на парашюте. Не помню, как я попал между суками и деревом. Цветы, подарки, а главное, самые теплые, искренние пожелания от представителей администрации и общественности накануне главного праздника страны звучат в адрес ветеранов Великой Отечественной. Тех, кто подарил нам мирное небо над головой.